В Москве имеется ряд таких бойцовских залов, где занимаются борьбой, боксом, такого этнического направления. Очень много кавказцы имеют, таджики имеют небольшое количество, поменьше уже, киргизы тоже имеют. А вот узбекских, борцовских, боксерских, боевых этих залов тренировочных в Москве практически на сегодняшний день нет. Ко мне обращаются, можно ли бы открыть. Да, это была бы очень хорошая идея. Я вот тут прорабатывал вопрос, бывший кинотеатр «Восток», он уже много лет бездействует, но там нужно проводить большие ремонтные работы в советское время. Там не менялись ни трубы, ни электрика, ни сантехника, хоть большие деньги нужно вложиться. Как вы смотрите на то, чтобы если бы кто-нибудь из наших бизнесменов узбекских здесь спонсировал бы, и мы бы там открыли бы на этой базе такой спортивный и культурный центр. Половина этого здания, например, была бы часть борцовский зал, часть боксерский, другая часть культурный, кто-то с детьми приходит, там какие-то кружки, какие-то мероприятия проводить. Не пора ли нам тоже уже узбекам открыть в Москве такой спортивный, культурный, оздоровительный центр и кого-нибудь, наверное, попросить из узбекских бизнесменов, типа Алишер Усманова, не знаю, Алишер Усманов согласится или нет, разорится на несколько миллионов рублей всего, а не долларов, чтобы спонсировать и все-таки в Москве хотя бы открыть, помочь отремонтировать и этот зал пустить в ход. Я практически договорился, только там нужно провести большие ремонтные работы. И название тоже «Восток», там, рядом с метро «Чуйкинская». Я думаю, если эта идея прошла бы, может быть, там бы тоже тренерство взяли бы. Вы знаете, мне очень понравилось вот то, что вот этот ваш вопрос и то, что вы задумали, да, это, можно сказать, это мечта каждого узбека, который находится в России, да, если действительно это осуществит, вот эта мечта, можно сказать, да, не постесняюсь сказать, что это мечта каждого узбека, который на сегодняшний день в России, в Москве, если на самом деле, да, вот эта мечта, если сбылась бы, и здешние, вот миллионеры там, кто там, помогли бы именно для узбеков открыть вот такой боксорский зал, спортивный центр, не обязательно, не только боксорский зал, борцовский, другие виды спорта, да. Я думаю, все узбеки будут ходить и будут тренироваться, будут тренироваться. Это очень хорошая идея. И дай бог, если те, которые есть возможность помочь открыть вот этот спортивный комплекс, и залы вот эти открыть, да, и просмортировать, да, я бы, я думаю, что многие, ну, деловые люди, они не объединяют от этого. Это, наоборот, думаю, как помощь, помощь тем спортсменам, узбекам, можно сказать, да, вот. Я знаю несколько моментов, когда Алишер Усманов потратил очень большие деньги, миллионы-миллионы долларов, на покупку яйца Фабержеева. Потом на выкуп олимпийской медали одного из бывших чемпионов олимпийских, который продал свой олимпийский медаль от нужды, выкупил. Потом еще Алишер Усманов потратил деньги, третий, вот я еще момент помню, на выкуп скрипки Страдивари и другие. Я думаю, пора большеву Страдиву подумать о своих земляках. Немножко денежку потратить на открытие спортивного зала. Я думаю, он бы не объединял бы. Не объединял бы, конечно, я, например, пользуясь этим моментом, я бы, например, от тебя лично, как от ветерана спорта, от ветерана бокса, да, просто хотел бы попросить, например, Алишера Усманова, да, помогите, пожалуйста, помогите этот бокс, никогда вас не забудет. Тем более, Алишер Усманов сам когда-то занимался спортом, фехтованием. Да, да, да. Его супруга, госпожа Винер, она руководитель спортивной гимнастики России, главный тренер. И вот они оба, и супруги, и супруги, супруги, они оба, значит, спортивные. Супруги еще продолжают заниматься в области спорта, будучи главным тренером России. Я думаю, он, Алишер Усманов, должен нас понять и двумя руками, должен быть за, чтобы хотя бы здесь провести какое-нибудь спонсирование в это отношение. И я считаю, это наше видеопослание Алишера Усманова, чтобы он здесь помог нашей молодежи быть спортивной, и чтобы, занимаясь здесь спортивным корпусом, значит, узбекистанцы в Москве, таким образом они здесь вышли на лидирующие позиции в мировом спорте. Не только в Узбекистане они становились чемпионом, но чтобы узбеки и здесь уже занимаются в этом зале, становились чемпионами мира и здесь тоже. Да. Мы сейчас продолжаем свой репортаж в зале, где тренируются боксеры и борцы. Вот подошли два брата, боксеры, профессионалы, значит, они из Узбекистана, из Фирганы. Оба забоевывали очень много медалей. И в ближайшее время старший из них Шерзуад, младший, младший век, будет проводить в Москве здесь бои. Вот 3 ноября будет известно через менеджера, где, во сколько в Москве будет бой у Шерзуада. И мы здесь, в Узбекистанции, придем болеть за него, поддерживать дух боевой, с узбекскими знаменами. А дальше, вот, надеюсь, сейчас сами братья про себя подскажут, какие у них были ранее боевые выступления о своей автобиографии, о планах на будущее. И еще один момент, я хотел бы, прежде чем передать слово Шерзуаду, вот мы планируем обратиться к властям Москвы, чтобы здесь нам разрешили открыть спортзал кинотеатра «Восток», который уже 20 лет бесхозно лежит. Но власти вроде бы соглашаются, но для открытия этого зала нужно большие капиталовложения, потому что с советских времен это кинотеатр заброшенный, хотя рядом с метро находится Щукинская. Там нужно менять коммуникации, электросистему, водоснабжение, отопление и другие. Капитальный ремонт нужно провести, но это потребуются большие денежные вложения. Вот данным видеообращением, я думаю, вы меня поддержите, обратились бы к нашим здешним местным бизнесменам, типа Алиша Русмана и другим, чтобы они профинансировали этот наш проект. И я думаю, они этим принесут добро и своей родине, все-таки они там в Узбекистане родились, выросли, хотя они не являются гражданами России. Как бы еще вы на этот вопрос посмотрели бы, чтобы здешний бизнесмен, но есть не Алиша Русмана, есть другие, более-менее известные. Несколько миллионов рублей, чтобы отреставрить этот зал, я думаю, для них это не большие деньги, но пользу они принесут более, огромную, большую, и их имя, наверное, останется здесь в памяти нашей молодежи. Поэтому в будущем выйдут на все эти педесталы спортивные, завоюют через это золотые медали. Вот как вы на это смотрите? Я Шизот Кусанов, мы сейчас тренируемся в Кефиргантеле, мы боксеры, братья, приехали тренироваться и выступать, и поднимать узбекский флаг, за родину выступать. Мои достижения, я участник двух олимпиад, финалист, призер мира, получил ордена, заслуженный мастер спорта и гордость Узбекистана. Я сейчас являюсь профессиональным боксером, у меня 21 боя, все победы, 10 нокаутов. У меня 4, я владею 4 поистами. И вот как Усмур Айкай сказал сейчас, я поддерживаю эти его все слова, ну, насчет вот зала, который мы просим спонсоров, ну, которые родились в Узбекистане, жили в Узбекистане и сейчас получили гражданство России, помогли бы нам, ну, как бы, помочь этот зал пристроить, помочь нашим спортсменам, узбекским боксерам, помочь обновить этот зал, все, ну, на спонсорскую помощь мы зовем. Как бы, если получится, вы, как бы, поможете нашим узбекским гражданинам, спортсменам, боксерам вклад нажать. Ну, удачи вам. Мы будем проходить на ваши бои, будем за вас болеть, будем за вас встречать, орать, подумать, я думаю, наша поддержка тоже вам поможет, очки заработать, поможет мне и заслужить, потом бои закончить. Спасибо большое. Предстоящий бой Шерзода Фсанова мы в ближайшее время объявим, и 3-го числа будет известно, так что следите за нашими выпусками, и 3-го числа вечером будет известно, и потом назначенный день места, проходите болеть за Шерзода Фсанова.